Всем привет, с вами Андрей, наш OuterPixel Dungeon, прохождение воина. Мы, собственно, в прошлой серии закончили на том, что пробили тенгу. У нас в данный момент вот такое вот снаряжение, амфибия, роза и, собственно, скраполох всеми на ботинках. У нас также присутствует курильщица, которая рандомные газы кидает. Каждые ходы. Нам бы в идеале что-нибудь перекусить. Давайте перекусим. Собственно, съели 10 порций в течение одной ели. Пещера находится под заброшенной тюрьмой, малообитаемая, находящаяся. В свое время, будучи богатыми полезными скраполями, были центром кипящей торговли и ремесла. Но их покинули после того, как дворфы стали одержимы темной магией. Сегодня тут в основном обитают животные, гновые и брошенные оборудования. Вероятно, не испорченные той же темной силой, что и проявилось себя на уровнях выше. Наша задача найти, в первую очередь, торговца. Забрать у него все, что мы можем забрать. По продаже нам, по сути, нечего продавать. Поэтому можно сразу двигаться. Единственное, можно еду было взять за 300. А у него сколько еда стоит? У него 150, у нас места нет. Поэтому пока так. Так, это паралич. Да, жуткая вонь. Это, кстати, курильщица очень сильно мешает. Но у нас пока нет возможности ее снять. На самом деле, курильщица сомнительная в плане. Нашли летучую мышь. Следующий удар она, скорее всего, убьет. Давайте выплюзли исцеление. Сундук не мимик, давайте его откроем. Это камень агрессии. Полезный камень. Свиток опознания. Собственно, справочник. Руководство. Не забывая о магии. Магия проходит сквозь броню. Вернуться от нее не так просто. Наивные палочки еще помогают убить. Магия соперника очень к тебе опасна. У магии есть минусы. Количество зарядов палочки ограничено. Но враги не смогут использовать у магии на близком расстоянии. Когда натыкаешься на мага, не дай ему ей воспользоваться. Ну, это не Меек, поэтому я удивлен, почему он выпустил газ. На самом деле, курильщицу нужно снимать, потому что это откровенное, неудачное решение. Летучая мышь. Учитывая то, что она вампирит, для нас это прям капец как неудобно. Наш пешназ проголодался. Какая грязь. И у меня склянки в инвентаре. У нас вариантов не было, нам нужно было оттуда уйти. Иначе все наши склянки, которые у нас присутствуют в инвентаре, опыт очищения и исцеления, они бы заморозились и разбились. Мы наступили на ледяную ловушку, поэтому мы... Это у нас тьма, судя по всему. Поэтому мы можем смело бить его. Нашли зелье силы, нам его просто не куда класть, поэтому... Давайте бросим пустофрукт, возьмем зелье силы, выпьем его. И вернем на место пустофрукт. Лепесток розе подкинем. Места свободного у нас нету, поэтому... Собственно гнол, громила, сильный мужичок. Много урона можно нести. Его в идеале кайте, если у вас есть возможность. Никогда не деремся в его ярости, потому что когда он под яростью, вы очень-очень много урона получите. Поэтому, когда он под яростью, лучше от него просто убегать. Дезориентирующие газы, собственно, опасны для врагов, но и для нас, собственно, тоже. Мы двигаться не сможем. Учитывая то, что комната поджигающая, в дезориентирующем газе вы просто откоксивируете не одну ловушку. Что очень-очень печально. Обратите внимание, дезориентирующий газ не дал закрыть дверь. То есть газ, видимо, у нас является своего рода фиксирующим. Фиксирующим. Который почему-то не дает закрыть дверь. Собственно, получили плюс один уровень. Нам пока нечего открывать. Мы не определились с подклассом. Огромная комната с большим количеством ловушек. Где конкретно они будут, непонятно. Поэтому каждый сантиметр своего прозваниваем, чтобы не случайно не наступить на ловушку. Видим гнолла. Это про жуткое воне. Так называемый каразийный газ. Легкой формы. То есть нам нужно, чтобы гнол дрался с нами. Собственно, мы выбили его. Но на нем висит парализация. Раз. Заколдованность. Буйство. Ярость. Ну, собственно, он скорее всего сам погибнет. Нам нужно просто отсюда сваливать. А, собственно, видим летучую мышку. Давайте вызовем призрака. Прозваниваем двери на предмет стены, на предмет дверей. Нам не выдали. А, скорее всего, как я думаю, здесь должно присутствовать... Да, должна присутствовать дверь. Собственно, мы ее обнаружили. Отлично. У нас нет золота, правда. Нам бы как-то определиться с тем, кем мы будем. Легче всего, проще, если выбирать класс на танго, проще всего играть гладиатором. Потому что он играет от защиты, вам просто проще настакать. Но нам пока не дали ничего на защиту и ничего на атаку нам не дали. Поэтому нам сложно определиться. Круговая комната. Возможно, что-то здесь будет. Еще одна ледяная ловушка. Давайте активируем дверь. Это каразийный газ. Один из самых опасных газов, который вообще может присутствовать. Но она в любом случае погибла бы от каразийного газа. У призрака, насколько я знаю, иммунитетный этот газ. То есть он получал максимум урон. Открываем, забираем немножко золота. 500 золота. Пока непонятно, что использовать. Это, скорее всего, алтарь. Да, это, собственно, алтарь. Алтарь полезная вещь. В теории нам может дать хорошее оружие. Вот, собственно, кандидат на алтарь. Ослеплен. Уязвим. И мы распознали палочку. Это хорошо. Капец. Это огонь. Вы понимали? Огонь это просто... Давайте, до свидания. На самом деле, огонь очень опасен. Особенно, если он в траве. Но огонь, по сути, сам его и добил. Я бы его не стал бы, может, добивать. Но огонь, как вы видите, его добил. Нам надо ждать, пока пройдет огонь. Демножко золота выпало. 150 монет. Это где-то 700 монет будет. Там бы в идеале накопить 900 монет. Собственно, давайте покушаем. Существа в пещерах мутировали, прямо как в канализации. Ну, оно и понятно. Собственно, летучая мышка. Это дезориентирующий газ. Двигаться плохое решение. Сквозь него, по крайней мере. Этот говно-призрак нам очень сильно мешает. Из-за того, что он дезориентирующий газ, по сути, на нас наложил. Собственно, мы нашли рунный меч. Это хорошо. Рунный меч – это одно из самых сильных оружий белишного боя. При раскачке она становится еще сильнее. Смотрите, внимание. Мы не деремся с берсерком. Потому что нам это не нужно. У нас некуда его класть. В принципе, мы определились. Я думаю, мы будем играть через рунный клинок. Поэтому давайте играть через берса. Берсерк накапливает ярость, когда получает урон. Ярость увеличивается наносимый ему урон. И при 100% она может активировать при дополнительном щите. Собственно, берем себе меч. Берем, собственно, запись журнала. Экспедиция начинается. Но по поводу лора игры. Я читал лора игры. У меня есть в отдельной плейлисте. Если вам интересно, можете полистать его. Меч шикарный. Но проблема меча в том, что у нас сила всего лишь 15. Соответственно, нам нужно будет еще прокачать силу. Что, собственно, мы и делаем для берса. Сила очень полезная. Поэтому чем больше сил для берса, тем лучше. У нас 17 сил в данный момент. Поэтому мы можем, в принципе, без опаски одеть текущий меч. Он 4,20. У нас, собственно, 4,20 тоже. Но он усиливается при улучшении. Он у нас оказался проклятый. Снимая с него проклятие. Что за проклятие, кстати? Проклятие болтливости. На самом деле, не самое страшное проклятие. Из тех, которые могло бы быть. Поэтому нам, в принципе, не страшно. Давайте выпьем зелье. Подождем таракана. Собственно, нашли еще хрустальный ключик. Или еще один лепесток для розы. Для нашего танка. Давайте поменяем ему оружие. Сай-молния нам нужно продать. Мы сделаем это, собственно, через трансмутацию. А вообще, Сай-молния можно было бы использовать для того, чтобы играть через гладиатора. Это парализующий газ. Поэтому я и начал отступать. Парализующий газ убьет их всех. Парализующий газ, он парализовал, как вы видите, нашего печального призрака на два хода в парализации. Учитывая, что он призрак, он не может наступить на калечащую ловушку, потому что он летает. Пропускаем ход, ждем, пока парализация пройдет. Цветок возьми, здесь, собственно, мистический грифель. А руна у нас, на мой взгляд, одна из самых сильных. Поэтому, я думаю, руну менять особо нет смысла. Нашли следующий проход. Видим, собственно... На самом деле, призрак очень сильно мешает. Мы не деремся с берсом, потому что берс нам очень сильно урона может нанести много. Это, собственно... Ловушка стражи. Одна из опасных ловушек. Но если вы с оружием не определились, можете активировать ее, а вам стражи принесут свеженькое оружие. Какой же ты, а? Вот именно поэтому стоит курильчество снимать. Потому что, чтобы не дропнулось с мобов, он закастовал огонь. Вот нахрена нам этот огонь сейчас нужен? Каждый очко ярости выше 100% увеличивает щит берсерка до 1%. И снижает время перезарядки до 1%, но не по... Дополнительный урон выше 50%. Нистовство включается на всю, когда берсерк вот-вот погибнет. А ярость находится на уровне 100 и больше. А перезарядка восстанавливается на 3 уровня героя, когда это происходит. Канализатор ярости. Зачарование, проклятие наружу активируется чаще. Вплоть до 45% при 100% ярости. Ну, тут, в принципе, нужно больше ярости, поэтому, я думаю, нужно просто качать ярость. Ждем, пока огонь пройдет. Обратите внимание, я каким-то хреном загорелся. Ой, блин, ну вот это просто капец. Я не знаю, курильщица, это самое мерзкое из того, что вы могли бы, наверное, выбрать. Ну, потому что, ну, это капец просто. Я понимаю, что там был враг, но нахрена она мне упала, блин? Будем пытаться снимать эту курильщицу, либо ее просто продадим, потому что для нас она, скажем так, самая бесполезная. У нас присутствует деревянная баррикада. Чтобы ее деактивировать, можно использовать огонь, можно использовать взрыв, можно использовать палочку дезинтеграции. Собственно, давайте заберем свитки. Мы получили, как вы видите, три хрустальных ключа. Получили три хрустальных ключа. Да, у меня точность, конечно, вставляет желать лучшего на этом оружии. На три хрустальных ключа это нам говорит о том, что нам нужно найти еще один ключ железный. Это у нас ядовитый газ. Ну, он, по сути говоря, мерзкий, потому что он дает плюс, но он... Не деремся с берсом, потому что берс нам очень много урон нанесет. Мы от него отступаем. Переходик, обнаружение магии и, собственно, рацион пищи. Посмотрим, где у нас присутствует еще одна дверь, которую мы пропустили. И нам нужно будет вернуться к торговцу для того, чтобы купить у него, собственно, хранилище для палочек. Вот, собственно, тут выбирать по понятным причинам мы будем не ментальное зрение, не токсический газ. На самом деле, не токсический газ нужен, но нам он особо погода не сделает. Свиток ужаса сомнительный, рассеивание полезный. Ну, поэтому, давайте выбираем, собственно, свитки. Нам их просто есть куда класть. Чисто из-за этого мы выбираем свитки, а так бы мы, скорее всего, в большинстве случаев выбирали бы зелье. Колыбельный полезный свиток используется, когда у персонажа нет голода, истощения, либо голода. То есть, персонаж ваш должен быть не голоден для того, чтобы вы использовали свиток колыбельный. Значит, вернуться к торговцу, купить у него это лед, если я не ошибаюсь. Давайте посмотрим. Нет, это водяной пар. Водяной пар – это у нас, собственно, вода. То есть, большой объем распространения воды вокруг. Очень полезно в комнате с ловушками, бесполезно в остальных случаях. Давайте развеем, наверное, болтливость и начнем улучшать, собственно, свитками улучшения меч. Немножко. Где-нибудь так до плюс... Давайте посмотрим, сколько у нас осталось свитков. У нас еще плюс 3 свитков. В теории давайте еще плюс 3, плюс 6 поставим, пускай будет. Чтобы побольше урона наносить, чтобы он просто посильнее бил. Собственно, мы улучшили, у нас плюс 6. Достаточно много должно быть урона враги. у нас задача купить волшебный чехол. У нас осталось 100 монет, а мы на 100 понятных и понятных причин ничего не сможем купить, у него ничего такого нету. Поэтому можно, в принципе, пока на этом закончить. нам так же у него обязательно нужно купить анг, купить свиток, купить еду. Палочку хотелось бы, но это очень дорого. По зелиям у него два исцеления и холод, токсический газ. Тоже хотелось бы взять, трансмутацию вот можем купить. Ну, я думаю, мы с вами на этом пока закончим. Всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok